Я помню, в далеком, кажется, 93-м, может, 94-м году, ну, заведомо, когда царственные страстотерпцы еще не были прославлены, когда в город привезли икону первой святыни, которая приехала в город Екатеринбург, в икону стителя Николая в Вознесенском храме стояла огромная очередь, была зима, жуткая, почти 30 градусов мороза, очереди стояли по 6 часов. Вот, стоя в этой очереди, я все время смотрел, как бы, спиной к иконе, осмотрел в противоположный конец, там была часовенка во имя праведной Елизаветы Федоровны, которая уже была прославлена, вот, и понимал, что там вот то место, разумеется, никакого храма на крови еще не было, ничего не было, пустырь был, но я знал, что там расстреляли царскую семью, и буквально вот накануне перед этим я прочитал книгу про их последние дни, буквально их дневниковые записи, письма последних полгода их жизни, и меня эта ситуация так заворожила, я могу вот сказать, именно та нежность, та любовь, которые они сохранили до последнего своего дыхания, в буквальном смысле этого слова. Меня другие члены семьи тогда не очень интересовали, вот именно Николая и Александра, которые прошли всю жизнь, потрясло вот этот, потряс просто, сюжет тогда, как очень сильно произвел впечатление, когда Александра, выбирая между сыном и мужем, выбрала мужа и пошла за ним, и вот, тем не менее, это не привело к разлучению семьи. Вот все это в моем сознании, в моей душе кипело, и я не столько стоял молясь Тителю Николаю, который я тоже очень люблю и почитаю, сколько бросаю взгляды туда, вот на этот пустырь, я просил, что вот, я верю, что вы у Бога, помогите мне тоже, чтобы у меня была такая семья, чтобы и мне встретить такого, такую подругу, такую любовь в своей жизни, с которой можно было пройти с верой всю свою жизнь, и если возможно, умереть в один день, и даже если пусть так, как вы. И вот это было в моем сердце, четко помню это состояние в своем сердце, много лет с тех пор прошло, очень много лет, так сложилась жизнь, что практически ни в храме Вознесения, ни в храме, ни на пустыре на этом, ни в храме на крови, даже тогда, когда его освящали, я с тех пор не был очень много-много времени, жил в другом немножко мире, вот с точки зрения кипучей энергии большого города, но вот это состояние, эту молитву я помнил все время, и вот через какое-то время уже где-то в 2007 году, вот чуть-чуть на раньше начали организовываться крестные ходы, но где-то в 2007 году я узнал о том, что проходят крестные ходы, царские крестные ходы, узнал потому, что священник, с которым я был, уехал на этот крестный ход, то ли такая была рекомендация от священной начали, то ли по своей воле, я еще не очень помню, я помню, что я не поехал. Не поехал, мне было это неинтересно в то время, крестный ход ходить, надо было вот в поселке там делать, в храм без службы не оставлять. И я не сходил на этот крестный ход, и сердце мое болело, то есть я до этого не знал о том, что есть такие крестные ходы, а потом узнал и не пошел. Не пошел я и на следующий год, в 2007 году, я тоже не пошел на крестный ход, остался дома, но уже вот как бы упершись, так скажем, как мне сейчас кажется, рогом, просто в землю, не пойду и все. Вот, и когда на утро, вот, 17-го утром я проснулся, моя машина была раскурочена очень сильно, на ней не было почти живого места, вот, для меня это так расстроило, но первая мысль моя была, вот, это за то, что я не пошел на крестный ход. Если ты просил когда-то о том, чтобы святые царственные страстотерпцы как-то поучаствовали в твоей жизни, почему ты не почитаешь их и не идешь тем последним путем, которым прошли они, сопровождая уже духом свои истерзанные, измученные тела? Эта мысль пронзила меня, и вот машину-то сделали, а для меня больше не было никакого сомнения в том, что надо идти на этот крестный ход, потому что я должен. Я сначала не испытывал никаких чувств, вот, таких пламенных, горячих, просто знал, что надо. И вот когда я пошел на крестный ход, это было для меня очень удивительное действие крестного хода, я очень много понял, увидел, и с моим сердцем что-то произошло, оно стало иначе относиться к людям. Я, собственно, и не ходил в крестные хода, потому что подозревал, что увижу там очень много разных людей, духовное устроение, идеи, переживания, которые мне будут глубоко чуждыми, глубоко неблизкими. И вот когда я попал в струю этого православного народа, действительно разного, я ощутил к ним совсем иное чувство. И мне было хорошо, тепло, я прошел этот крестный ход, а следующий крестный ход я прошел уже со своей невестой, и на следующий день после крестного хода мы поженились, так сложилась жизнь. То есть, по сути дела, все обстоятельства моей жизни, вот они оказались, переломились. Я долго не мог, понятное дело, жениться, и вот когда я прошел этот крестный ход, действительно, святые царственные страстотерпцы походатайствовали, и ту давнюю-давнюю мою молитву они услышали. И после крестного хода все в моей жизни изменилось. С тех пор мы считаем с моей супругой, матушкой сейчас, считаем, что царственные страстотерпцы – это покровители нашей семьи, потому что они сыграли главную роль в том, что в конце концов я обрел и верную подругу, и жену, и что наша семья стала, ну еще нет у нас пять детей, но чтобы она стала хоть неким подобием этой полноты, и чтобы мне, может быть, царственные страстотерпцы дальше походатайствуют за мою семью, и однажды я смогу встать перед лицом Бога, так много для меня сделавшего, и сказать, вот, Господи, я и дети, которых Ты мне дал. И моя благодарность, вот уже мы 10 лет с матушкой живем, и никогда моя благодарность, царственные страстотерпцы, видит Бог, не прекращалась, и всегда чту их, и всегда ходим в крестные ходы, когда, ну вот, нет экстренных попечений, что невозможно идти, вот с тех пор регулярно, со всеми детьми, сначала с одним, потом с двумя, потом с тремя, вот, ходили в крестный ход, с четырьмя уже не ходили, но вот регулярно все, что мы можем делать, эту благодарность святым царствам страстотерпцам, мы от лица нашей семьи всегда приносим. Субтитры создавал DimaTorzok